Как ты располагаешь своей техникой? Вот я прям не дождусь, чтобы были ответы даже для зрителя. Без разговоров будет понятно, что такое блестящее исполнение этого труднейшего вида гимнастического многоборья женщин под названием прыжок. Ну и, к сожалению, мы больше не увидим её в финалах. Посмотрим на Алину Шклокову. Хорошо. Гораздо вразумительный прыжок. И сразу хочу опять не обратиться, а напомнить, что тренером у неё является Антон Крапивин, который уже давно всегда на помосте. Мне просто добро о нём высказаться. Приятно, так как он славит вместе с собой город Нилград. Тоже был какой-то не сразу гимнастический. И с появлением вот этого прекрасного, инициативного, очень активного тренера Антона Крапивина он целую группу девчонок вывел, но уже не первый раз мы их наблюдаем. И добирающихся до финалов. Ну и сказать по квалификации, Алина занимала третью позицию, соответственно, после Мельниковой и Листуновой, поэтому есть шансы у неё сейчас здесь побороться. Правильно именно. Я даже не смотрела на эту, я просто смотрю всегда, на что способен тот гимнаст или другой. Вот не заглядывая на оценку предыдущую, отметила. Технически она исполнила хорошо этот прыжок. 13,8 первая оценка. Конечно, 14 было бы веселее увидеть оценку, но для этого надо было чётко приземление, а она дала возможность снять. Второй прыжок Алина Шклоковая. Не знаю, какой она покажет. Ну, попроще, конечно. Вероятн с Сокахара или с Рамдата, чтобы проще для понимания. Да-да. Но, да, с таким прыжком сложно будет, естественно. Это гарантийный, как я выражаюсь, это гарантийный прыжок для того, чтобы заполнить требования финала в прыжках. Два различных надо выполнить разных прыжка. Это она сделала, но базовая стоимость вот второй попытки, она будет очень невысока. Отсюда рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств. Вдруг все конкуренты прилягут. Кстати, за первую ещё десятую ей дополнительную ей сняли, видимо, за выход за ковёр. Да-да-да, за линию этого коридора в приземлении. Ну, у этого же Антона Крапивина ещё будет в прыжках. Она заключительная будет девочка, Афанасьева, по-моему, или кто? Да, Элеонора Афанасьева как раз-таки она восьмая, да. И вот здесь уже девятым номером Жуковская Дарья из города Минск, представляющая Республику Беларусь. Именно, давай теперь, вот извини, пожалуйста, может, я сегодня так инициативно переживаю очень за них. Вот на Алину, ой, на Ангелину посмотрим. Вот не будем мешать вам своими комментариями. Вот посмотрите. Посмотрите, это миг проходит, миг. Мы будем с удовольствием, да, сейчас. И будет какой прыжок, как надо сделать, я не знаю, даже если не очень удастся. Пока очень неплохой результат у Шклоковой, 13,583. Запомнили. Стоять, милый. Но это сложнейший прыжок. Блестяще. И всё-таки ещё раз хочу объяснить зрителям. Это миг, но она, отходя от прыжкового стола, надо выполнить срочно, быстро, высоко два винта. Это дважды успеть повернуться. Но сейчас нам ещё раз повторит. Раз, поворот. Второй поворот. И прийти на ноги. И она почти в рост пришла. Ну, чуть-чуть сгибание. Это нам с вами видно. Я каждый раз делаю сноску на это. Для первого взгляда, такой, как можно выразиться, онлайн, судья-то даже такие нюансы может не заметить. Ну, я думаю, что заметно всё, что это достаточно сюда. Да ладно. Вот ты именно таким мастерам добра. Я не про это хочу сказать. Я не про это хочу сказать. Я к тому, что здесь, как раз мы говорили до начала трансляции, в чём сложность этого прыжка именно в приземлении и где можно больше потерять. Здесь Ангелина собралась и сделала лучше, чем в квалификации. У неё в квалификации за первый прыжок была оценка 14-150, сейчас 14-233. Ну, чуть-чуть получше. А вообще-то она вправить даже ещё лучше делать. Да, но здесь и в финале каждая десятая и каждая сотая играет большую роль. Да, именно, всё понятно. Давайте второй прыжок. Второй прыжок. Рандат, фляг с поворотом и... Ой, какая... Здесь отпрыжечка такая была. Да-да, всё видно. Знаете, что я вам скажу? Она чётко, я услышала, успела увидеть интервью перед прыжком, она понимает, что единственное, где она может быстро заработать золотую медаль, это именно в прыжках. Она располагает довольно ровным исполнением двух различных хороших прыжков. Но всё это понимая, ну, надо же поймать этот пол, на который приземляешься, в конце концов, и какую она стрелу изобразила из рук, сбалансировав себя, чтобы не шататься. Она уже гроссмейстер, вот так я скажу. Безусловно, безусловно, абсолютная чемпионка мира. Конечно, придираться на то, что сейчас шесть судей сидит вокруг, и её сейчас будут общипывать прям. Они обязаны судей делать, видеть какие-то недочёты буквально. Ну, приятно. Альпийская чемпионка, здесь других слов её мастерства и не подобрать. Но вот за второй прыжок её сильно так подкусывают. Ну, мы сейчас видели. Судили 13-066 всего, и 13-649. Отличательно. Чуть-чуть она обходит Алинушку-Клокову. На вгородскую. 13-649, да. Всё. Но, естественно, пока первая позиция. Но здесь, мне кажется, для Вики Листунова и есть всё-таки небольшой шанс обойти. Нет никого. Ну, это-то про Листунову. Смешно, они говорят, что у неё нет шанса. Елизавета Усс, город Краснодар. Вот это молодец. Усс, это прям Краснодар. Ой-ой-ой, что там на приземлении было? Сойдёт. Ну, мне ровненько поставила две ножки. Или вот, видишь, в принципе, на голеностоп уже... Не надо продолжать, мне кажется, в таком состоянии уже. На приземлении скрутила, судя по всему, голеностоп. И неприятно было. Тоже молодая гимнастка, вошедшая совсем недавно уже практически в основной состав. Нет, она подстраховывает свою больную ножку, которую она зафиксировала. Видишь, она подскакивает, как подстрелянный воробейчик. На правильное решение в этом случае снять её со второй попытки. Ну, лучше, конечно, да. Но я не знаю, не мы с тобой здесь командуем. Прыжок она сделала такой же сложный, как и мельнику. Да. И, кстати, хочется отметить, что техника, это исполнение неплохая. Ну, тело безусловно ломаное. Закручивалось в пируэты долго, можно чуть порезче. И тогда приземление будет удобнее, лучше. И вот, соответственно, без вот таких вот травм. Так, потачиваю. Что, она идёт на вторую попытку? Идёт. Это только девчонки могут так собираться. Я даже не очень всегда могу это объяснить. Я, честно говоря, тоже вот не ожидал, что будет второй прыжок. Но всё-таки собирается. Хотя подхрамывая идёт на вторую попытку. И вот вопрос, стоит ли? Потому что, очевидно, сейчас она будет беречь её ещё больше. От этого поменяется вся техника разбега. Всё поменяется. Самоотталкивание и приземление. Так ещё надо на жёсткую опору сделать. Ну, там это Костя подошёл, что-то сказал. Артём Воинов, это специалист в опорном прыжке. А, прямой у неё прыжок. Ну, зачем? Зачем надо было прыгать второй? Естественно, там уже ничего не светило ей. Я не очень понимаю вообще. Лиза, мы за тебя болеем. Мы, конечно, за неё болеем. Молодец, что проявила героизм. Но всё-таки с тренерами, да, нужно этот иногда героизм. Должен быть обоснован. Ну, что ж, у нас сейчас уже готовится вторая четвёрка. Небольшая пауза. И мы возвращаемся к нашему финалу на прыжках. Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok но вчера это позавчера или вчера был у них день отдыха да в общем то нет они после многоборья а какой был упор на между ними соревнования между ангелиной и листуновой они как бы поменялись двумя днями абсолютно один день от одной гимнастки удался второй день наоборот но это же все нервы и сейчас вот я смотрю нам легко обычная такая легко прыгать и легко бегать а сейчас как магнитами и тащила к полу тяжело но и впечатление она выиграет у нее средний балл это и рисунув 2 оценка 130 33 даже не могу сходу 8 933 это тоже ниже чем у мельниковой за второй прыжок у них прыжки одинаковые проигрывать она проигрывает мельниковой но здесь его чистоте конечно без всяких претензий абсолютно нормально расставили не делать ошибок нельзя когда ты борешься за золотую медаль но больше меня смущает то что на самом деле вот сейчас я глядя на результаты вижу что за второй прыжок у них рандат фляг с поворотом и сальто вперед с поворотом у обеих по 1 10 штрафа выход за линию такое ощущение как будто они так обучены по технике уже вы каиши линию их толкало ты видел приземление борется сражается но коридор то там очерчен во второй фазе полета прыжка да и конечно вот этот шаг они видно не успевает сократить так чтобы остаться на него без выхода но это не такая уже смертельная сбавка но говорит о техническом исполнении правильно сильно кривят душой не по прямой линии не по прямой линии бегут и приземляются а их относит в сторону вот еще одна звездочка такая это все из молодежного состава которым сегодня управляет олимпийская чемпионка аллея мустафина так 2 дарвина зата сокина первый прыжок и что какая и что коровая и носик успела поднять конечно это не тот стоимость не то что двойного пируэта но она делает то что она умеет и это спокойно разрешается по мне понравилось мне как-то и осаночка и я вот такое настроение но чувствуешь ей нравится быть гимнасткой вот пожалуйста смотрите как я гордо хожу но уже здесь в статусе бронзового призера куфы россии в многоборье конечно у нее уже немножко другой эмоциональный подъем здесь и в финале чувствует себя ну давай обыграв мельникова очень даже белья никого да с ума сойти это вообще даже сейчас из головки это надо все постараться как-то и выбросить и сосредоточиться на вторую попытку какой-то в прыжочек нам покажешь 2 мадам осокина так злата представляет у нас ленинградскую область и город гатчину за первый прыжок 13 366 но сальто вперед согнушись это легко она все-таки добавила поворот на 180 градусов он подороже но опять же не очень он такой с более менее стандартный уже как бы для всех девочек вот этого уровня большим прыжком они молодцы что нет подписать и чистенько хорошо шагнул как листунова как настоящий чемпионка большой шаг назад в земле одинаково с листуновой листунова олимпийская чемпионка а это предполагает с ней бороться впереди это так шутки ради да для того чтобы приземляться здесь наиболее точно вот без таких больших шагов конечно надо и отталкиваться от прыжкового стола для того чтобы здесь обратили внимание на одном уровне практически без фазы полета какой-то без вырастания вот этой траектории полета было все на каком таком потолочном варианте ровно но мне показалось что у нее в разбеге были какие-то проблемы там первые шаги как-то очень семенила а я обратил внимание быстро быстро разбег неважный как можно с такого разбега выстрелить потом но гимнастки многие плохо бегают смысле легкотлет вообще даже смотреть не могут как мы умеем бегать разгоняясь на прыжок глаза за режет приспособилась она такой форме разбега и уже это тоже трудно переделать злата осокина тоже у нас с 2008 города года рождения сейчас по дозвольному стартовали и мустафина и старшего тренера молодежной сборной и вот сразу именно посмотри мы маленькую 8 года рождения и представляем мамочку я так предполагаю да да это здесь такое интересное сравнение как и следующий снаряд нас финал на коне будет самый взрослый и самый юный участник этого финала там будет расскажем об этом чуть попозже а здесь да элеонора фанасьева у нас девяносто шестого года рождения и злата осокина 2008 разница 12 14 лет даже массой тену вы поняли почти два поколения в гимнастике если за семь лет можно дойти до мастера и не 12 прошу вращения до 12 разным мест математика всегда у меня не очень хорошо мы друг друга поправим и в общем правильно будет давайте смотрим на это же элеонора фанасьева великий новгород первый прыжок два винта да вот видите какая техника разная вот у него как не выпрямляете тело абсолютно вытянутым при исполнении сальто прогнувшись да и вот этот уголок и приходится вращать на 360 еще раз над вот такой вот не классно это а сайте он какая траектория разворотов отсюда на наслаиваются ошибки легкое разделение до легкое разделение после первого и второго пируэта именно в фазе полета но тем не менее уже не переучить как говорили технику остается только работать над качеством приземления здесь ее характер побеждать должен уже даже она уже приспособилась к такой технике ну и интересно конечно ее все-таки жизненный путь после сюжете дмитрия заняна она рассказывала то что после рождения детей не могла долго в общем-то сидеть дома ну что говорит можно пойти погулять можно пойти там я не знаю что что-то поделать но физической нагрузки нет не хватает и вот тут как азарт такой благодаря этому вернулась в большой спорт и получает 13 7 за первый свой прыжок за дорогой прыжок и такая низкая оценка за исполнение второй идентичный как и у мельников и листуновые по базе сложности они практически одинаковые есть ощущение что она станет 3 потому что именно по базе других нет там дальше малыши там были а малышам еще трудно бить этот прыжок еще веса не хватает чтобы создать опору толчок развить фазу полета и вот они поэтому то еще будут биться вот это листунова мельникова на не уже закончили и сейчас сейчас как раз таки борьба за третье место продолжается до сих пор но как эмоционально довольна она все-таки своим выступлением видно что ну конечно тяжело готовится уже наверное в таком состоянии но тем не менее возрасте больше матерью двоих детей я правильно сказал да совершенно верно это товарищи это вам рекорд у нас чусовительно держит по продолжительности а эта девушка мамочка двоих детей еще призерок на прыжках 13 466 и это у нас получается я думаю третий результат до третий результат и совсем немного кстати говоря на вики листу новый проигрывает чуть лучше сделай первый прыжок могла бы наверное кстати говоря ее тоже обойти там всего 90 белорусская девочка выполняет 66 почти тысяч но она я думаю чуть забралась на один поворот это конечно мы уже много-много раз рассказали о том что технически он действительно ею выполнен был не очень хорош то что все-таки сломалось а на автозабедренном составе вот такой не вытянутое тело и недорогой прыжок смотрим хочется как-то спрятать что ты не четко приходишь на приземление быстрым быстрым шагом думать судья не увидит убедит к сожалению но надо еще показать второй прыжок это обычно в первой попытке всегда делают сложнее прыжок но я не знаю чем она тогда располагает она и первое сделала не очень соответствующая оценка 12 933 за первый прыжок но это совсем совсем простой 2 да ну что ж подождем ее оценку давайте небольшая пауза и вернемся смотреть результат закончились соревнования финала в опорных прыжках но и вот победители у нас ангелина мельникова 1 алина шклокова и виктория листунова да вы что ну а теперь мы у нас сейчас аналитика на нашей студии они у нас аналитика теперь и мы еще будем в полуе ну а теперь мы на полуе ну а теперь мы начиная мыд mucha扱ь этот термить silicon и есть но скоро мне вот давай вот в дом на поле нам есть всякую бабку ни хотя за не с размнителем и я ты у нас не 곧 кружка 63 даated до новыхcher likens мы это весьма examineombmos持тое каждый потому что есть у нас есть ли время diamonds уроп axака надо выписаться на множество покупки а так далее но есть supplier но вот где смог что бог стоит делать не с уд longue бы управлять что если вы купили к нашему бизнесу SUSatterу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...